итак сейчас мы проходим массаж грудной клетки да и грудных мышц соответственно ну тоже размазали масло нанесли там делась на я часть побольше масла чтобы волоски не взирались да и идем управляет межреберной невралгии тут ребра идут вот туда то есть они сразу же пускается вниз сразу загибается обратно по ним проходимся между любым разбиваем эти мышцы мезреберные расширяем их стягиваем переходим на грудные мышцы здесь вот подключите до отдельных растираем там крепится плечо растираем но соответственно работа с противоположной стороны теперь всю грудную мышцу целиком поднимаем и выжимаем у мужчин тоже можно дело но это массаж у мужчин и женщин практически не отличается ну у женщин отдельно делается от мастопатии от всякой там у нас их образований в молочных железах дело то что все это связано когда делать массаж живота то в принципе обнаруживают что там есть спазм например в матке да там образуются грибки вот это грибок кандида спрашиваю женщины часто ли вы болеете кандидозом молочницей соответственно да если он там появился это кандидата она наверняка появился где-то еще она или там по печени может появиться да она и в домом отделе может появиться в молочных железах да то тогда мы эти места находим они как правило болезненные и они вот как бы направлено вот так вот в сторону соска точно Малочевые люди направлены в сторону соска и вот мы тогда находим проходим и достаточно жестко про Милова в сторону соска проминаем 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 потому что ну как правило underneath messed up a team не могу привести к кисте, то есть это профилактика, она на самом деле очень необходима к онкологии, а потом впоследствии к онкологии. И выдавливаем через сосок. Это достаточно токсинно делается и грубо. Выдавливаем, появляются такие капельки зеленоватой, желтоватой жидкости. Гной, грубо говоря, зеленый гной. Если желтоватый, то там, соответственно, лейкоциты уже начинают работать. После этого эти места, ну, не саму, как бы, сиську, да, а вот место крепления можно простучать, пробить, либо скребком гуаша раскрести, да, и увидеть, где идет покраснение. Если покраснение, значит пошло, вот тут началось сверху, да, значит пошел лечебный процесс, ауто гемотерапия, кровью человек сам себе лечит. То есть они начинают лейкоциты сюда добавляться, да, они работают уже во всей груди женской, да, и они начинают потихонечку эти все гнилостные процессы рассасывать, уводить оттуда. Чтобы проработать у женщин подъем груди, да, тут мышцы должны быть крепкие под ней. Соответственно, мы их дополнительно поджимаем, достаточно жестко под грудью, вот тут вот, растираем их. Ну, желательно, конечно, чтобы она сходила на какие-нибудь упражнения во вторжевом зале, да, и проработать грудные мышцы себе. Верхний пучок получается мало грудной мышцы. И так раскачиваем его и прорабатываем отдельно, с легкими вибрациями. Руку покачаю, чтобы человек понимал, что он должен свободно, слабый, да. После этого, вот тут, когда мы увели лимфу, ну, давай сейчас закончим, теперь мышцы крепятся к грудине, да, подходит, мы их разжимаем, вот таким приемчиком в стороны. Средний палец идет по центру, а эти мышцы мы задвигаем от грудины. Когда я это обычно делаю, я в этот момент уже обхожу вокруг клиента, дохожу до стороны и возвращаюсь уже с другой стороны, перехожу на другую сторону грудной клетки. Ну, в целях эргономики и в целях того, чтобы не отрывать личные рассылки от человека, да, чтобы он получал двойную пользу. Когда растерли с этой стороны руки, грудной клетка, да, переходим на шею, мягко обнимаем вот эти вот ярко выраженные мышцы шеи, кивательные мышцы и пробиваем лимфоузлы. Вибрация такой. Таким образом подтягивается позвоночник, чистится лимфа, вот она вот тут вот, перед ушами спускается вниз, за ушами спускается вниз. Не сильными, не жесткими движениями, опускаем, опускаем под кучечную впадину. Прокачали кучечную впадину, легкой такой вибрацией. Поднять, опустили плечи человеку. Убрали лимфу под кучечную впадину, это делается медленно и мягко. Если есть какое-то напряжение, там мышцы, да, то опять применяем метод релизинга. Нашли вот эту мышцу, натянутую, да, растянули ее поперечно, пока она не выпала, не вышла из-под рук, да. Выползает вот так, и стянули продольно. Так же и вот эти мышцы тоже, если они напряжены, да, то можно при рунгу растянуть ее продольно. Ключично-сосцевиденная мышца. И растянуть ее поперечно, мягко-мягко так продавив. Далее, после того, как мы ввели лимфу сюда, тут находится большая цистерна лимфы, да, которая должна потом пойти на отток. Чтобы ее запустить, мы пробиваем, вот тут такой есть выступ небольшой, на ключице как раз под ним она находится, мы это место пробиваем. Бывает достаточно жестко, но те, кто понимает, они терпят. Не больно? Нет, нормально. Мне ногой правильно. Ногой правильно? Да, ногой сейчас. Ногой. Так что это, можно сказать, погладили. Вот, ну и заканчиваем, естественно, такими мягкими поглаживающими техниками, испухаилого человека. И говоря ему всякие приятности на прощание. Вот так вот, мы переходим к тренировке, а если вы нас только смотрели, то зря вы это делаете. Лучше подписывайтесь на канал и ставьте нам лайки.